Игорь Рейтерович, политолог с нами на связи. Игорь, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, наверняка еще появятся в ближайшее время возможные тезисы, которые также были обсуждаемы, и те, которые пока что не выносятся на общее обозрение. Я думаю, что они будут, ну, по крайней мере, западные средства массовой информации будут выбрасывать, будут ссылаться на определенные свои какие-то источники и так далее. Мы сегодня можем сейчас уже утром обсуждать, что же происходило ночью. Мне кажется, что даже то, что уже эта встреча произошла, это уже очень важно, критично для Кремля, с сигналом выступило для Путина. Мне вообще кажется, что Путин, как никто сегодня пристально смотрел, не спал, смотрел за тем, что происходило где-то около Санкт-Франциско. Как вы считаете? Не, ну, безусловно, на России очень активно за этим наблюдают, поскольку, по их мнению, там встречаются главные стратегические союзники и главный стратегический противник. И с осторожным оптимизмом можно говорить, что в целом встреча была удачной. Ну, по крайней мере, по тем заявлениям, которые мы пока что публично слышали, стороны договорились возобновить сотрудничество по различным направлениям. Это очень важный момент. Синь Цзиньпинь отдельно отметил, что страны должны максимально тесно между собой сотрудничать, поскольку, ну, какой-то возможный конфликт между ними, это была бы катастрофа для всей планеты. То есть, ну, с одной стороны, это такая, знаете, попытка, конечно, возвысить Китай до уровня, как минимум, Соединенных Штатов, но, с другой стороны, оно в определенной мере соответствует действительности, учитывая, ну, экономические возможности, которые есть и у США, и у Китая, учитывая военные возможности тоже, которые есть у двух стран. Поэтому в этом контексте, конечно, хорошо, что они поговорили, договорились обсуждать какие-то критичные вопросы в будущем между собой, ну, достаточно оперативно, да, то есть не затягивая решения тех или иных вопросов. Ну, и, судя по всему, по крайней мере, это прозвучало в выступлении Байдена, они коснулись также темы Украины. Вряд ли мы, конечно, увидим какое-то официальное заявление двух лидеров, которое конкретно будет касаться российско-украинской войны. Ну, Китай просто не готов пока такие заявления делать, поскольку он еще сам не определился с той позицией, которую занимает по поводу той агрессии, которую совершает Российская Федерация. Но явно же эти разговоры, наверное, шли о том, что необходимо соблюдать территориальную целостность, и война не может быть способом решения каких-либо проблем, тем более проблем, которых никогда не существовало, и которые просто были придуманы для того, чтобы развязать агрессивную войну одной страны против другой. Игорь, ну давайте далее поговорим о заявлениях, да, о том, какие акценты были сделаны во время выступлений лидеров двух государств. Китай и Соединенные Штаты конкуренты, заявил глава Белого дома Джозеф Байден. Но его главная ответственность сделать отношения между странами рациональными и управляемыми, чтобы они не переросли в конфликт. Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с КНР, но будут управлять этой конкуренцией, чтобы она не вылилась в конфликт. Там, где это возможно, где наши интересы совпадают, мы будем работать вместе. Именно этого ждет от нас мир. Этого от нас ждут не только жители Китая, Соединенных Штатов, но и всего мира. Мы с председателем Си Цзиньпинем также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных проблем, включая отказ России прекратить жестокую агрессивную войну против Украины и конфликт в секторе газа. Вот, Игорь, смотрите, на фоне вот этих заявлений, да, и на фоне всего остального, а там очень много вещей, о которых мы можем говорить, и заявлений Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, да, о том, что, ну, по сути, да, являясь конкурентами для Китая, ну, мир как бы разделен на две половины, да, но в то же время, по словам Си Цзиньпина, ну, мир достаточно велик, чтобы, грубо говоря, там, ставать спинами к друг другу и так далее. Вот в этом ключе, с учетом конкуренции, да, но не вражды, как я понимаю, был сделан такой акцент, и с учетом возобновления коммуникаций, да, в частности, по военной линии, да, как на это стоит смотреть из Киева, да, вот, каким образом эта линия российской войны против Украины может прослеживаться вот на этом уровне коммуникаций между Вашингтоном и Пекином? Ну, опять-таки, с осторожным оптимизмом, понимаете, фраза о том, что мы конкуренты, но мы не противники, это важная фраза, но, с другой стороны, смотрите, конкуренция достаточно специфическая между Китаем и Соединенными Штатами, товарооборот около триллиона, то есть страны, с одной стороны, конкурируют, с другой стороны, они находятся в глобальной взаимозависимости, то есть их экономики так или иначе между собой связаны. Понятно, что Китай здесь больше зависит от Соединенных Штатов, чем наоборот, но, тем не менее, эта взаимная зависимость, она присутствует. И вот, когда идут такие заявления, понятно, что для нас здесь позитив в чем может быть? В том, что через возобновление таких контактов, в том числе Соединенные Штаты будут еще более четче отслеживать и будут иметь дополнительную возможность говорить про это, вот это очень важный момент, отслеживать какое-то возможное именно военно-техническое сотрудничество Пекина с Москвой. Кстати, за пару дней до этой встречи правительство США опубликовало информацию, это публично все было сделано, о том, что им известно о некоторых компаниях китайских, которые торгуют с Россией товарами двойного назначения. Это был очень прозрачный намек, что, смотрите, мы видим, мы все как бы понимаем, и вы тоже делаете, соответственно, выводы. Мы не сможем нормально общаться, если вы при этом будете поддерживать такие режимы, типа как режим Путина или, например, режим, который существует в Иране, напрямую. Понятно, что могут быть какие-то там политические заявления, но вот такая прямая поддержка именно в военно-техническом пламе, она недопустима. Понял ли это, услышал ли этот намек Синь Цзиньпинь, мы, кстати, узнаем достаточно скоро, но узнаем мы это не на фоне каких-то официальных заявлений, а по каким-то косвенным данным. То есть это может быть уменьшение сотрудничества вот этих компаний непосредственно с Россией. Могут быть какие-то там заявления, которые будут касаться, опять-таки, того, что Китай не собирается расширять именно военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. Путин, кстати, очень в конце прошлого года еще пытался напирать именно на эту идею, что у нас не политический, у нас военно-политический союз с Китаем, но Синь Цзиньпинь как бы дезавуировал все вот эти заявления, говорил о том, что у нас просто хорошие, тесные там экономические взаимоотношения. Вот, скорее всего, вот после такой встречи, ну, Китай должен будет несколько переоценить свое сотрудничество с Россией, которое в таком закрытом формате происходит, просто взвесив все за и против. Потому что вот фраза про конкуренцию, но как бы мы не противники, она же может превратиться и в совсем другую историю, тем более, что в Соединенных Штатах есть политики, которые занимают более, знаете, ястребинную позицию по отношению к Китаю. И выводы эти надо, кстати, будет делать достаточно быстро. И я думаю, что мы это уже в течение буквально нескольких недель сможем понять по изменению, ну, как риторики Китая, ну, здесь она будет незначительная, в первую очередь по каким-то конкретным шагам, которые будут касаться взаимоотношений Китая и именно Российской Федерации. Ну, и возможно, в контексте, да, и Ближнего Востока, Ирана, как будет действовать Иран, потому что Иран вспоминался и во время общения Байдена и Си. Напомню нашим зрителям, что помимо договоренности о связи между военными, Байден и Си так сообщает, да, вот я сейчас цитирую китайскую государственную прессу, договорились создать рабочие группы, которые займутся сотрудничеством в области искусственного интеллекта и в борьбе с наркоторговлей. Ну, вот такая вот история, да, это из того, что пока известно. О последней перед встречей писала американская пресса также. США хотели бы, чтобы Китай помог перекрыть каналы поставок ингредиентов для фентанила. И это видно, что это на сегодняшний день проблема, поэтому тут действительно этот аспект тоже обсуждали. Но все-таки созданы определенные условия, по крайней мере, не просто декларативного характера, а озвученные механизмы диалога о внешней политике безопасности. Когда ли действительно эти процессы будут развиваться, мы в ближайшее время, возможно, увидим какие-то даже реальности определенную. Вот, в частности, Игорь, мы с вами охарактеризовали, что встреча важна и так далее, что итог этой встречи, да, возможно, расширится, исходя из тех материалов, которые в ближайшее время могут не просто появиться, а и они выльются в определенные действия. Но вот вы говорите, я и об Иране вспомнила, вы, Игорь, говорили о том, как Россия, да, вот какие, вот, скажем так, аспекты и действия России в ближайшее время могут говорить о том, что все-таки Китай и после встречи в США все-таки какое-то влияние определенное оказал на Российскую Федерацию. Что это может быть, вот исходя как раз из интересов Украины? Я вот так вот заверну. Ну, знаете, мне кажется, что все-таки какого-то политического влияния не будет, то есть здесь Китай как раз дистанцируется от подобных там заявлений, но я вот вообще не выключаю, что, не исключаю, что следующая встреча, которая в том или ином формате будет посвящена, например, украинской формуле мира, она пройдет уже в присутствии китайского представителя. Ну, это вообще логично для китайской дипломатии через раз это делать, но это тоже будет определенный сигнал. И второй самый главный момент, ну, это будет касаться даже не столько военно-технического, сколько и экономического сотрудничества между Китаем и Российской Федерацией. Россия пытается сейчас, ну, продать, грубо говоря, там, некоторые проекты Китаю. Китай даже на вот этом форуме «Один пояс, один путь» он от части таких проектов, там, «Сила Сибири-2», например, ну, фактически отказался, он пока не считает целесообразным их реализовывать. И вот если сейчас некоторые другие проекты окажутся в таком, знаете, замороженном фактическом состоянии, Китай может себе, кстати, это позволить, потому что, ну, для него они не являются критически важными, но они критически важны для России. Это мы можем воспринимать как сигнал такого, знаете, определенного, ну, если не давления, то, по крайней мере, попытки повлиять на Российскую Федерацию, ну, и сделать такой намек, что, ну, вы уже как-то немножко поддостали всех в плане того, что фактически два года война уже идет против Украины, и давайте думайте, как выходить из этой ситуации. Ну, понятно, что заканчивать войну. Ну, поэтому вот такие намеки со стороны Китая могут появиться. Тем более, что, смотрите, тут важный очень момент, следующая эта встреча китайцев, ну, и китайского руководства, она будет уже непосредственно с представителями Европейского Союза. А Европейский Союз, и Китай очень заинтересован на выходы на эти рынки, ну, расширение своего присутствия там. А представители Европейского Союза прямо говорили о том, что это возможно только тогда, когда закончится война в Европе. И закончится она должна справедливым миром для Украины, и тогда можно будет говорить о расширении сотрудничества. И вот это будет еще дополнительный аргумент для Китая, ну, возможно, каким-то образом усилить свое влияние или давление на Российскую Федерацию в плане окончания той войны, которую она ведет. Игорь, спасибо вам большое за разговор, за этот анализ в эфире телеканала «Фрида». Игорь Ретирович, политолог, был с нами на связи, да, ну, по сути, мы подводили итоги уже определенные того, что происходило накануне в Соединенных Штатах Америки, ну, в рамках встречи и переговоров не только лидеров двух стран, но и в целом делегации китайской с представителями Соединенных Штатов Америки.